Пластическая хирургия. Мы должны понимать, что есть пластическая хирургия и есть косметическая хирургия. Косметическая это мое поправление в себе. Если у нас большой нос, мы хотим побольше сиськи, уменьшить нос, уборщить нос, подбородок уменьшить. Но во многих случаях, если мы смотрим фотки, то мне кажется, что лучше бы без хирургии. Потому что это больше уродует людей, чем помогает им. И тоже мы должны понимать, что есть реконструкция хирургии. Это когда хирурги приходят на помощь. И когда вот есть проблема, вот укоротили нос. Или в каком-то несчастном случае, как у девушки, как сейчас будет, ожог лица. Это когда правильная хирургия. И помогли. Они использовали нормальные, симпатичные, баллажоги. Они уродовали тело. Я понимаю, что Голливуд и западные страны начали этот тренд. В Голливуде, в Калифорнии. И это бизнес. Все это бизнес. Но сейчас силикон, ботокс, укорочение, уборщение, он настолько популярен. И, как говорил, это бизнес. Он дешевле становится, чем раньше. То есть, могут позволить не только сейчас звезды голливудские, но и простые обыватели. И простые домохозяйки, простые рабочие. Если они хотят себе, например, поменять нос и выглядеть намного как Барби, вот этот вот человек. Но все равно, хочешь не хочешь, приходишь к выводу, что вот даже эти силикон, они выглядят очень хорошо. Очень замечательно. Или вот какая-то женщина русская, которая хотела выглядеть как Анджелин Анджелин. Ну вот, если встретила такое, то я бы обосрался в переводке. Но один, наверное, многие пластические хюр, другие это силикон, вставление из силикона. Если честно, выглядит очень аккуратно, выглядит одинаково, выглядит идеально. Но в нашей природе ничего идеального нет. И я был в баре, я один раз видел женщину за 50, и у неё грудь была силиконовые вставки. Они были замечательные, суперские выглядели, но само тело было дряхлое 50 лет. И это очень было заметно. Это как на Жигули, просто на ржавый Жигули поставить новые двери или значок Ламборджини. И потом думали, почему люди вы смотрят на меня по-другому. Типа, я же там сделался. И во многих вариантов, кажется, наоборот, человек это уродует. Чем вот, особенно косметические, косметические хирургии. Захотел бы я самому сделать? Наверное, нет. У меня была хирургия, но это было не косметическое, а только из-за того, что случилось со мной. И это спасение, как бы, а так под нож лезть, да ещё деньги платить за это, чтобы тебя резали. И вот, кто был у нас актёр Майкл, не Майкл Дуглас. Ну, вот актёр предыдущий, который был. Он был красавчик в 90-х, потом начал делать операцию, и теперь Джон Траволта тоже. Многие голливудские звёзды женщины делают, чтобы себя омолодить. Ботокс включать. Я понимаю, что времени нельзя вспять, но во что это превращается, это ужас просто. Мне кажется, я не знаю, эти губы громадные, этот ботокс, просто реально. Можно так сказать, ты заработал 50 тысяч, 10 тысяч долларов, вот, и ты просто засунь член и ебей эти 10 тысяч, потому что по-другому я не вижу. Это просто, это реально какие-то кошмары на улице Вяза. Если бы я встретил это, такие лица где-то в переулке, я бы реально обосрался, и у меня ничего бы, никакого возбуждения от этого не было. Или вот сейчас мы увидим уточку. А вот эти вот особенно, я заметил, что и в Латвии, и в России очень популярны стали вот эти вот губы, вот как утки, как ошпаренные, что ужас меня просто передёргивает. И я не знаю, вот это вот страхолюбие, не знаю, как... Ну, может, некоторым людям нравится, но, если честно, мне, мне такое не нравится. Это неестественно, это меня сразу отторгает, и я не хочу ничего не иметь с этим делом. Извините. Как вот, вот это вот Барби. Вот реально, не знаю, что неестественно, то не безобразно, но, что неестественно, и в... не существует, всегда будет нас отторгать. И... Подождите, я силиконом. Я всегда задался вопросом, это силикон. Когда вот женщина умирает силиконом, они, интересно, они разлагаются, вот... Вот сейчас вот, который будет... Они захоронены будут. Вот представьте, воскроют, и там будет скелет, и две этих шара. А, и потом пройдет 200 лет, и археологи будут думать, а что это было, что это за шарики, что это такое. Ну, это было мое, так сказать, мнение, что это моя хирургия. Сам я... Я, если честно, косметическим немножко негативно, потому что... Да, может, где-то там подправление делает, но не думаю, что стоит тратить деньги и ставить себе под нож ради такого результата. Результат всегда не будет хорошим, поверьте мне. Мы любим вас такими, какими вы есть, женщины. Так что... Мужчина тоже... Когда вы... Себя приняете такими, какими вы есть, поверьте, вам будет намного легче. Это просто мое личное мнение. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Продолжение следует... Продолжение следует...